Особое мнение на 101FM Коммунисты, в том числе Кировские, КПРФ проводят одиночные пикеты и требуют допустить до выборов Павла Грудинина. Его сняли... Толчком к этому было заявление жены о том, что он скрывает офшор. Почему сняли? Хочу спросить вас, для вас, это снятие Грудинина, оно о чем? Ну, вообще-то ситуация началась, по сути дела, с президентских выборов. То есть она тянется с тех пор, когда... Изначально, когда выдали Павла Николаевича, это ведь, ну, такой достаточно шок был, потому что его приглашали на все телевидение, радио, он прошел везде, его всюду приглашали, и у него резко вырос рейтинг. То есть, когда замерили, они поняли, что он начинает приближаться к Владимиру Владимировичу, и тогда вот началась эта ситуация с счетами. То есть тогда первый раз поднялась тема, что вот, там какие-то счета не указаны. Хотя замечу, что, в общем-то, ЦИК тогда дал ответ, что счетов нет, что все хорошо, и мы Грудинина снимать не будем, что мы все проверили досконально. Но, правда, почему-то они сделали это очень скромно, то есть не так широко, как там, не по всем каналам это показывали. Хотя в день выборов тогда тоже была провокация, когда вот под его портретом внизу доклеивали маленькие бумажечки с фразой, что есть какие-то счета. Да, я помню это. И как потом выяснилось, что это ведь было не решение ЦИК, это просто секретарь с нами избирательной комиссии, разослал это все в нижестоящее, и когда мы ходили, их снимали с комиссии, их везде без проблем снимали, потому что ни у кого документа на размещение этой вот штуки-то не было. А здесь, по сути дела, я думаю, что вряд ли, что Ирина Грудинина действовала самостоятельно, что это вот ее там задевает его выдвижение. Я, честно говоря, по федеральным каналам, слышу, вообще телевизор не смотрю, но вот где-то на заднем фоне иногда играет, я слышала на одном из федеральных каналов сюжеты, и я прямо слышала, что это заказано, но это прямо слышно. Ну, по сути дела, да, кстати, это даже было во время президентской, когда Собчак выкладывала видео с одного из записей дебатов, как раз когда какая-то там женщина, когда Сурайкин притащил ее в эфир, и вот Собчак прям шлагерил, а сейчас будет провокация против Грудинина. То есть, в принципе, даже они подтверждали, что даже в то время это происходило. А здесь, мне кажется, так и есть, это вот после президентских ему не простили ту популярность, которая у него была, и с тех пор ведь совхоз очень активно давили, то есть этот миллиард, который мы всей страной собирали, чтобы ему, который якобы он сам себе как директора нанес убытков, то есть он должен был его заплатить, вот это все оттуда тянулось. И здесь, собственно, получается, что вот эти рейдеры, которые сейчас, получается, седьмая атака идет на совхоз, в общем-то, это они же и действуют. В ЦИКе то, что происходило, это, конечно, ну, кроме как беспредела назвать никак нельзя. Панфилова заявляла, что вот нас тут несут, мы в этом ничего не понимаем, но рассматривая вопрос о регистрации списка КПРФ, откуда-то взялась, как она сказала, вторая сторона, и вот они стали выслушивать юриста вот этого рейдера, как Павел Николаевич говорит, Полихаты, и его бывшие супруги, где он какие-то стал бумажки к серокопии показывать. То есть, по сути дела, само-то решение об отказе в регистрации принято на основании бумаги из Генеральной прокуратуры. То есть, да, его жена написала письмо в ЦИК, они провели заседание комиссии. Туда пришел Грудинин, представил документы, все оригиналы, что он не является собственником никакого там офшора, что в 2017 году он был передан, другой собственник, а в 2018 вообще закрыт, все, он не существует в природе. И тогда на этой комиссии принято решение было зарегистрировать Павла Николаевича как кандидата, и как бы все, на этом вопрос был закрыт. Но неожиданно на следующий буквально день появляется письмо из Генеральной прокуратуры, где приложены какие-то копии, без печати, без подписи, без всего, и за какой-то непонятной организацией, что он чем-то там владеет, собственно говоря. На само заседание странной избирательной комиссии Грудинин снова принес все эти оригиналы, показал, что вот смотрите, вот что у меня ничего нет, что все это передано, все отдано, что мне ничего не принадлежит. Но на самом деле весь этот спектакль был разыгран, я так понимаю, просто для того, чтобы это можно было прокрутить в СМИ, потому что, собственно, Панфилова сразу и заявила, что это все, что сейчас происходит, бессмысленно, что у нас есть письмо из Генеральной прокуратуры, решение будем принимать согласно этому письму. Там выступал и Геннадий Андреевич, и наш представитель в ЦИК выступал, и Калюшин. Вообще, в принципе, то, что во время регистрации списка партий дали слово для выступления какому-то неизвестному человеку, являющемуся юристом, бывшей жены, какое вообще отношение он к регистрации списка КПРФ, собственно говоря, и имеет. Вот. Но все аргументы были, естественно, тут не приняты. Ну, с ЦИК у нас постоянно такая ситуация, мы уже давно знаем, что там, правда, особо не дождешься. Вот. И Павел Николаевич не был зарегистрирован. То есть он был убран из списка КПРФ, и было зарегистрировано 344 человека. Ну, собственно, как партия обещала, был подан иск в Верховный суд. Он был рассмотрен, по-моему, позавчера, если я не ошибаюсь. И, конечно, ну, я сталкивался с судебной системой у нас в регионе, когда все время было административное дело по митингу. Я тогда еще понял, что у нас особо не во всех судах можно найти правду, к сожалению. Но что на высшем уровне такая ситуация, конечно, я не ожидал. Но заседание шло примерно часов в шесть, если я не ошибаюсь, там говорили. И все, что вскрылось в ходе заседания, это, конечно, ну, уму непостижимо. Ну, например, наши юристы пытались выяснить. Вот эти документы, они же, то есть эти копии, они заверены материально. Был просто простой вопрос. Кто их носил и заверять? То есть вот кто этот человек, кто сносил и заверил? Это Генеральная прокуратура заверила. То есть кто заверял? Они не смогли ответить. Стали путаться в датах. Сначала они говорили, что там ответ пришел из этого Белиза, где вот этот псевд-авшор есть, что через три дня. А тут заявили, нет, второго числа запросили, второго числа получили сразу же ответ. Как Павел Николаевич правильно сказал, что получить из какой-то там неизвестной никому республики в центре Южной Америки в течение одного дня официально, не то что официально, даже простой ответ невозможно. Ведь они сами в цикле говорили, что это очень закрытая страна, что там бумаги получить невозможно, что нужно полгода все запрашивать. Тут в течение одного дня они получают оттуда якобы ответ, что у него находится там счет. Ну, в общем, вопросов много, а вот эта вот история с митингами, с одиночными пикетами, да, которые проводятся и в Кирове, я так понимаю, и по всей стране. А вот какая здесь мотивация-то у вас? То есть что вы думаете? Ну, собственно говоря, партия не признает то беззаконие, которое сейчас происходит. И даже Геннадий Григорьевич сказал, что такого безобразия, такого нарушения всех законов он даже в 1996 году не встречал, не говоря, что про последние годы. Потому что мы считаем, что решение принято незаконно, просто потому что власть... Ну, у нас же на этих, получается, эта компания тут объединяет, там, у Платошкина активно давили, который сейчас с нами вместе идет. Левченко снова дали, у него снова было там преследование, его тоже из компании выбили. Соответственно, партия не признает это в решении, если наши сторонники не признают. Мы считаем, что вроде не должен быть зарегистрирован, должен участвовать в этой компании. Но, кстати, сам Павел Николаевич абсолютно низколички вот не сдался, его это не напугало все, что происходит. Ну, учитывая, что он уже через третий год вынужден бороться с всем этим делом, он активно поехал по регионам. Он был у нас у соседей в Мариел и в Чувашии, по-моему, вчера он был в Хакасии. Он активно ездит по регионам, как просто человек, как обычное физическое лицо, выступает, разоблачает то, что происходит. И, в общем-то, полные залы собирает в Мариел, у них на берегу они встречались на набережной, там, куча народа пришла, их никуда не пустили, ни в какие помещения. Но вот они встречались на набережной в Южкороле и, по-моему, очень… То есть, мне кажется, что власть, я не знаю, в попытке отодвинуть избирателей Грудинина от партии, потому что все равно Грудинина свой избиратель, порой, может быть, не поддерживающий КПФ и не являющийся сторонниками наших взглядов, но поддерживающих именно его как политика, пытаюсь его оттолкнуть. И, наоборот, партии прибавили количество сторонников, и Платошкин, в принципе, правильно тут заявил, что еще десяток процентов партии на этих выборах за счет вот только вот этого безобразия, которое происходит, она дополнительно получает. Потому что никого это не отталкивает, никого это не пугает, наоборот, здесь отношение людей меняется. Хотя, в принципе, ну, просто так, к слову, замечу, что появление Грудинина в 2018 году, оно изменило, скажем так, избирателя КПФ. То есть, всегда раньше вот говорили, что вот, за КПФ голосуют только бабушки и дедушки, которые ностальгируют по Советскому Союзу. Но нет, тогда бабушки и дедушки голосовали за Путина, а за КПФ пришли голосовать молодые люди, средний возраст предпринимателей в большом количестве пришли голосовать. Поэтому я думаю, что вот это то, что происходит, оно неизбежно подталкивает людей в нашу сторону. Еще одна тема, в общем-то, решение тоже на федеральном уровне принято было, но теперь нам всем, да, с этим жить, что называется. Трехдневное голосование, такое уже было, да, по поправкам к институции. Вы следили ведь и в том году, да, за тем, что там происходило. Вот какие-то нарушения там вот в то время были замечены? Ну, по голосованию по конституции там вообще было сложно с нарушениями, учитывая, что это было голосование, то есть, ну, не по законам Российской Федерации, а просто каким-то там положением, которое они насоздавали. Поэтому официально, конечно, нарушений ничего не признавалось, все, что обычно на выборах признается нарушениями. Но были ситуации, то есть, было много информации и звонков. И, в общем, собственно говоря, сейчас, когда мы собираем членов комиссий, многие говорят, что были ситуации, то есть, вся проблема трехдневного голосования штурма находится ночью на участке под защитой всего лишь одного сотрудника полиции. И говорят, что были ситуации, когда ночью выключались на участке камеры и не было невозможно проследить, а есть там сотрудник, нет. Технически неполаскивают и все, да? Может быть, он куда-то вышел, находится ли он возле этой урны. То есть, наблюдателям нельзя остаться на ночь в обнимку с этой урны, хотя у нас были люди, которые говорили, что мы готовы. То есть, если нам разрешат, мы останемся всю ночь сражить эту урну, чтобы никто ничего туда не положил. А мы же знаем, что если есть возможность, хотя бы потенциально, как-то обойти закон и здесь где-то что-то подмухлевать, то ей кто-нибудь да воспользуется. Поэтому вот эта трехдневка, она, конечно, ставит под сомнение вообще в принципе все, все результаты, все итоги. Не о коронавирусе ведь это речь? Вы так же считаете? Я думаю, что никакого отношения к коронавирусу это не имеет, потому что, во-первых, явка при этой ситуации никак не увеличилась, она не стала больше. То есть, люди, они все говорят, вот удобство. Ну, на Конституции мы голосовали с 25-го, по-моему, по первое число. Где там эти сказочные явки под 100%, никто их и не видел. Сюда это еще и при том у нас было и при Домовой, и все остальное, все это счастье. А здесь, я не знаю, по-моему, вот это все издевательство над избирательным законодательством и над людьми. То есть, вот эта попытка показать людям, что вот смотрите, мы вас сейчас красиво, публично обманем, но вы должны в это поверить, вы должны искренне верить в то, что мы тут все честно, что никто ночью туда ничего не положит. Ведь, допустим, даже по КАИБам сейчас есть разъяснение Центральной избирательной комиссии, что вот если, сейчас КАИБы, они будут все три дня работать на тех выборах, их только в последний день выставляли, что если вечером КАИБ показал одну цифру, а утром цифра изменилась, то Центральная избирательная комиссия в своих пояснениях говорит, что не нужно ничего здесь аннулировать, ну, подумаешь, изменилось, изменилось, нужно просто вручную пересчитать, и все хорошо. Но мы же понимаем, что ночью КАИБ не мог ничего в себя поглотить, ничего пересчитать, это, ну, не должно этого было происходить. Хотя в целом, вот, я очень много общаюсь с членами комиссии, особенно после прошлого лета, и не только от нашей партии, от других партий, которые от, там, от местных сообществ там находятся. И вот КАИБам большое недоверие, то есть, потому что были ситуации, когда люди пытались добиться пересчета голосов, ну, то есть, давайте мы сами нас немного проголосовали, давайте мы руками перепроверим, откуда мы знаем, что эта штука насчитала. Вот упорнейшим образом ни за что не дают пересчитывать КАИБы, вот никак. И вот мы сейчас тут все это наслаиваем и КАИБы идти, и Трогневка, и проблемы с видеотрансляциями, которые вот сейчас появились. Ведь раньше было видеонаблюдение, сейчас Панфилова сказала, что вот теперь это стало дорого, это очень дорогое удовольствие, оказывается, следить за выборами. И они сделали систему, что каждой партии, каждому кандидату предоставят доступ. Но доступ не до всей базы. Кандидатам в Госдуму, если я правильно помню, по пять комиссий можно будет наблюдать. Партиям там что-то около тысячи с чем-то комиссий. Потому что изначально, когда была тема, что вот только партии, мы такие хорошо, в каждом регионе мы готовились к этому, планировали, что человек по 20 мы разместим за компьютерами, и они будут отслеживать все это дело, следить посменно, в том числе ночью, чтобы точно, ну, ночью, чтобы видеть, что турно стоит, никуда не убежала ночью. Но избирательная комиссия нашла, как с этим вопросом разобраться. То есть, ну, объективно понятно, что там тысяча комиссий на партию, ну, это несерьезно, а столько в области 1280, если я не ошибаюсь, и там пять комиссий на кандидата, ну, хорошо, вот, значит, в этих пяти комиссиях все будет хорошо, возможно, а остальные 1200, кто вот за ними будет следить? А вообще у вас ведь есть некий пул наблюдателей, насколько я знаю, да, даже у него есть название. Да, у нас проект запущен «Красный контроль», сейчас мы набираем наблюдателей. То есть, вот это как раз та сила, благодаря которой вы надеетесь как-то искать вот эти нарушения? Ну, собственно говоря, всегда партия, она активно привлекала, и не только лично в партии, но и сторонников, и просто неравнодушных людей к контролю за выборами. Здесь вот как раз запустили проект «Красный контроль» для всех неравнодушных, то есть, неважно, поддерживает у нас, не поддерживает, там, наш сторонник, не наш. Если человек просто хочет отстоять результат, чтобы выборы пришли честно, мы, конечно, приглашаем. Понятно, что трехдневное голосование, оно накладывает определенный отпечаток. Требует больше людей, да? Это примерно на три тысячи человек в Кировской области. А сколько вам уже удалось набрать? Ну, у нас сейчас по области, отдельно по районам не скажу, потому что эти каждый район самостоятельно формируют. Мы сейчас, конечно, мониторим, информацию собираем. Но когда только запустили систему «Красного контроля», в первый же день, там, уже 10 тысяч, вот только, еще только сайт был запущен, еще никакой рекламы не было. 10 тысяч по стране, да? 10 тысяч по стране сразу заявилось. И, в принципе, там вот этими десятками тысяч люди добавляются. Но это нужны миллион человек, не меньше, на всю страну, чтобы нам закрыть. А у нас в Кировской области, учитывая, что область тоже немаленькая, есть отдаленные населенные пункты, надо в каждом пункте либо найти человека, который три дня вцепится в комиссию и не отпустит, либо найти человека на каждый день, это три человека, на каждую комиссию это почти 4 тысячи человек. Понятно, что здесь мы всегда открыто взаимодействуем, есть и движения разные, которые... Но есть предоставление, что не наберете, да, вы эти 4 тысячи? Ну, мы ставим перед собой задачу заехать в каждую комиссию. То есть есть люди, которые приходят, говорят, мы готовы без денег, абсолютно бесплатно, бескорыстно, все три дня работать на участке. То есть приходят, есть такие. Поэтому партия ставит задачу, я думаю, что мы, конечно, максимально это сделаем, максимально, сколько возможно, но и по видеотрансляции мы не отказались от своей идеи. Мы также у нас в штабе это все организуем, и молодые ребята будут сидеть, наблюдать, потому что, ну, хотя бы, хотя бы за тем, то есть использовать все возможности, чтобы это не отпускать. Ну, у нас же есть члены комиссии с правом решающего голоса в каждой комиссии, поэтому с ними тоже сейчас работа ведется, обучение, подсказываем им, что где, как, зачем следить, наблюдать. Вот в Кирове мы уже практически все комиссии, кто у нас есть, представители, собирали, со всеми общались. Но вопросов много. Трюгневка, она ведь, беда не в том, что не только фальсификации, но и людям же неудобно, и комиссиям неудобно. Это пятница, суббота, это рабочие дни, все комиссии у нас расположены в школах, там, в учреждениях государственных. И первый вопрос, который был, куда денутся дети, и что делать тем, кто работает. Ну, вот на мой вопрос во всех комиссиях я и в ТИКах задавал, и в обл. сберкоме насчет, как, куда дети-то денутся. Все сказано, что им нужно обеспечить какую-то иную занятость. То есть это не выходной. Не будет для детей открыта ни школа, ни университет. У меня, кстати, избирательная комиссия в университете расположена. Вот, то есть куда-то студенты и учащиеся, они должны просто испариться. То есть они должны в какие-то трус-леты еще куда-то уйти. Но вот у меня избирательная комиссия возле моего дома. Я знаю, что представитель, там директор школы. Как, вот у нее, допустим, вся школа пошла на трус-лет, а она и педагоги не пошли, дети и сами там будут бегать. То есть как это все будет организовано, непонятно. У людей большие вопросы, как с работой быть, как со своими, ну, три дня это тяжело. Это очень тяжело отсидеть три дня в комиссии. А последний день, нынче, выборы большие, четыре бюллетеня в городе Кирове, в районах по пять. Это в прошлом, в шестнадцатом году, это до шести, до семи, до восьми утра сидели. А тут три дня сидеть, я не знаю, там, как это все будет организовано. Ну, пока у членов комиссии большой вопрос. И ведь очень большой отток. Я знаю, что очень многие комиссии, не только члены комиссии, но и председатели, секретари уходят. Они не готовы в этом больше участвовать. В таком объеме работы, да? Да, и в принципе, вот этот беспредел, который происходит. То есть много-много кто... Мне писали, что мы больше в этом участвовать не хотим. Все, мы пишем заявление, мы уходим. Вы сейчас, сказав о прошлом лете, улыбнулись. Почему, да? Мы вас знаем как человека, который рассказал всей России о голосовании в Кирове на пеньках. Я не поленилась. Вчера я нашла этот момент. Давайте мы его послушаем. По конституции было такое нововведение, как голосование на детских площадках, на лавочках, на пеньках. Вот скажите, пожалуйста, планируется ли на выборах в Госдуму введение в бюджет такой статьи для удобства избирателей, для безопасности, открытости избирательного процесса, ремонт новых лавочек, установка, может быть, детские площадки новые сделать? Вас как зовут? Михаил. Ваше имя? Михаил. Как? Михаил. Михаил, вы лично видели голосование сами на пеньках? Да. Прямо на пеньке видели? Прямо на пеньке. Где? Кировская область, город Киров. Могу вам площадку показать. Можем сходить с вами. Ну, вот это ваш диалог, да, с целой Памфиловой на форуме «Территория смыслов» в прошлом году. Кстати, как у вас теперь в Чепецке, из Чепецка ведь вы родом, да? Как у вас больше стало хороших площадок за год? Ну, в общем, собственно говоря, за год особо ничего не изменилось. И у нас там площадки строились еще по ППМИ лет пять назад. А тут, конечно, ситуация максимально была комичная. До сих пор ответ от центральной избирательной комиссии, будут ли установлены лавочки, отремонтироваться площадки, я не получил. Там она ответ не дала, я смотрела этот сюжет. После этого у нас был небольшой такой обмен любезностями, когда я, то есть мне стали люди присылать сообщения, фотографии, видео. Нет, но ведь это все было официально заявлено, это были выездные, так называемые выездные. Придомовое голосование. Да, придомовое голосование для того, чтобы мы не заразились коронавирусом, находясь где-то в помещении, да? Ну, вообще, на самом деле, я не знаю, почему Алла Александровна так привязалась именно к пеньку, то есть в чем проблема именно пенька. Ведь проблема-то не в пеньке, собственно говоря, ни лавочка, ни багажник, ни скамеечка, они ведь ничуть не лучше. По ее версии, вот в ее каком-то мере, который она себе придумывает, были, оказывается, там стояла урна, значит, столик стоял, вот эти были занавески, вот это ширмы все, там, стеллаж, вот эта доска со всеми информацией про голосование, то есть в ее версии вот все было так. Проблема в том, что было все открыто, все видели, что ты делаешь, как ты голосовываешь. Я видел только одну комиссию, где есть вот эти вот кабинки, это было в Авиацких полянах организовано, там, да, там действительно с участка вытащили кабинки, вытащили столы, это все было там на одном из участков. Ни в Чепецке, ни в Кирове, ни в другим там районам, куда я ездил, но не видел никто этого. У нас много членов комиссии, все сразу писали, то есть мне члены комиссии кидали фотографии, Панфилова меня обвинила в том, что это все фейки, набранные с интернета. Я тогда сказал, что это очень хорошо, что Панфилова считает всех своих, ну, подчиненных, можно так сказать, людьми, создающими фейки. И после этого я еще раз обобщил фотографии, пошел этот, то есть еще раз съездил до этого пенька, были фотографии тоже в некоторых кировских СМИ, он на филейке находится, такой большой, крупный, хороший пеньок. Но я как раз приезжал мимо, то есть я не то, что я там ходил голосовать, просто я приезжал мимо и видел, что голосование там было организовано. Вот, все это отправил, и на это мне не ответили ничего. А тогда же еще была ситуация с выборами в Ульяновске, где сняли наших кандидатов в городскую думу. И как раз тогда я ей, собственно говоря, тоже отвечал, что, Александровна, кроме, то есть нечего заниматься поисками пенька в Кирове, то есть вопрос-то не в пеньке, а вот вы лучше займитесь там нормальной организацией процесса. Это было мое последнее сообщение, которое они получили, и они мне на это больше ничего не отвечали. Вы и у себя в соцсетях об этом писали, и вот я нашла, вы тогда написали, что единственное оружие против такого — это организованный отпор, контроль и явка, максимальная явка, чтобы не было возможности переписать итоги. Вот я хочу как раз о явке вас спросить. На ваш взгляд, будет она в этом году выше или выход у партии один сейчас за ручку свой электорат приводить? Мне бы очень хотелось, чтобы явка была выше, потому что... Есть какие-то факторы, которые вот за этот год могли бы повлиять на явку? К сожалению, все факторы, которые случились вот за все это время, это вот и трехдневка, это и все остальное, они играют наоборот. То есть люди не верят в то, что можно что-то изменить, люди не верят, что вот эта трехдневка, она будет честной. Да, мы, конечно, призываем, чтобы люди приходили голосовать в последний день, 19-го числа, и причем желательно где-нибудь там после обеда. Ну, чтобы уже вот 100% никуда ничего не делось, чтобы... Потому что были случаи, ведь и по Конституции было, когда было много видео, человек приходит, а за него уже там кто-то расписался. И вот были эти скандалы, но, правда, почему-то в этих скандалах обычно людей выводили, сотрудники полиции, за то, что не мешают работе комиссии. То есть не то, что вот смотрите нарушение, а вот вы мешаете работе комиссии, и вообще это вы нарушили, это вы проголосовали, и пытаетесь второй раз проголосовать. То есть пытались все... Ну, понятно, что члены комиссии, они тоже люди, когда вот это все происходит, они-то понимают, что это уголовное для них преследование. Поэтому я, конечно, я бы очень хотел, чтобы явка была выше, потому что для оппозиционных партий, конечно, повышение явки — это повышение голосов, отданных за оппозиционные партии. Потому что те, кто... Понятно, Единоросс, они всегда... И Неверов это, кстати, постоянно делал, и до сих пор делает на всех форумах. Он приезжает и говорит, что люди не ходят на выборы, потому что их все устраивает. Вот такая позиция, что вот 70% населения не ходят, потому что не устраивает. Но для того, чтобы понять, что это не так, стоит хотя бы один раз выйти с агитматериалами на улицу, а мы, в принципе, самостоятельно все распространяем, и я там хожу по домам, раскладываю, в том числе агитматериал с людьми общаюсь, ну, там, и в течение года обычные наши там материалы, которые мы выпускаем. Вот, и люди-то, собственно говоря, всех... Но очень часто вот слышно, никуда не пойду, никому не верю. Когда появилась втородневка, точнее, когда вот были эти пеньки, это дало многим по рукам. То есть все понимали, что, ну, это уже издевательство просто над избирательной системой. А вот сейчас тема с трогневкой и с видео, она ведь тоже очень активно людей отталкивает. Ну, у вас сейчас получается какая-то двойная работа, да? То есть вам надо не только агитировать там, голосовать за партию, но и агитировать прийти на выборы. Чтобы просто люди пришли. Потому что сейчас был опрос, и выяснилось, что о том, что будут выборы, знает только 22% населения. То есть 22% в курсе, что в этом году мы избираем Государственную Думу. Остальные вообще даже про это ничего не слышали, не знают. Ну, это, во-первых, потому что день голосования, об этом тысячу раз говорили, что сентябрь... Хотя нынче, вроде как, подальше получилось, середина сентября. Но это неподходящий день максимально для проведения выборов. Ну, огороды, собственно, давно говорили. Ну, по сути дела, мы ходим по пустым домам, по пустым... То есть, ну, либо в отпусках люди, либо в садах. Это надо либо по садовым участкам бегать, их вылавливать по-деревенским. А когда люди возвращаются в сентябре, у них уже ящики забиты всякими материалами. И там многие... То есть у них опять там теплый день, картошку докопать, морковку дособрать. И, вроде как, зачем? Ведь почему-то президентские мы выборы проводили не в сентябре. Не введение голосования. Владимир Владимирович не захотел проводить выборы там, себя в этот день. А все-таки перенес на привычный март и проводилось там. Конечно, свои есть проблемы в агитации зимой, там свои тонкости. Но все же люди, по крайней мере, не дома. То есть есть с кем... Есть возможность выйти с ними пообщаться. Поэтому здесь, конечно, партия будет делать все для того, чтобы максимально привести не только там ядерный свой электрорад, но и максимальное количество людей, донести до них информацию, что на выборы нужно приходить. Там неважно, за кого ты, неважно, там нравится. Все равно приди и используй бюллетень сам, самостоятельно. Определись, как ты... То есть вот что с ним сделать, чтобы он не был никуда, в другое там направление перекинут. Да и в целом, ведь вот эта ситуация, в том числе с вакцинацией, очень... Она очень показательна. Почему так медленно идет процесс вакцинации? То есть у нас же все постоянно там какие-то теории строят. Но просто люди не верят. Люди не верят власти в принципе. То есть столько всего было совершено за это время. То есть никто ведь не обещал повысить пенсионный возраст. У нас, кстати, был Алексей Кузьмин в студии. Он на эту же самую мысль сказал. Да, он сказал, что люди относятся к вакцинации как к выборам. Ну да, это естественно, и так оно и есть. Потому что, ну, если власть... Люди верят, что власть ничего не смогла сделать толкового там за последние десятки лет, то откуда это у нее получилось неожиданно сделать тут что-то хорошее. И когда те же самые люди, которые их обманывали с пенсионкой, с капремонтом, с дорогами, там, с зарплатами, со всем-совсем остальным, призывают их идти прививаться, они такие, так, а не подвох ли здесь? А не здесь нет ли какого-то момента, которые... Вот какие-то подводные течения. Поэтому многие... Ну и, по-моему, полный провал, конечно, информационный здесь в плане пропаганды этого момента. Но и с выборами сейчас то же самое. Вот, в принципе, до выборов остается месяц практически, но чуть меньше. Понятно, что агитация в СМИ для избирательной комиссии... Как-то скучно, да, все вот... Даже нет ни одного баннера с приглашением. То есть даже этого нет. И, в принципе, видно, то есть, ну, по городу... Ну, примерно видно, какие там партии, что где разместили, там, автобусы, там, с нашей символикой, там, других партий ездят. Но в целом призыва голосовать еще пока... Ну, вот этого общего, который комиссия обычно делает, они же всегда, у них там баннеры, листовки, еще что-то. Этого всего пока еще нет. И федерального-то тоже ничего нет по Госдуме. То есть, ладно, может быть, у наших чуть-чуть сроки там попозже, а федерального тоже нигде нет. То есть задача максимально отбить желание людей, потому что чем меньше придет, ну, там, по последним опросам, Единая Россия еле или 20% перешагивает. У них там по всем опросам они свалились даже, по-моему, в ЦОМ, по-моему, не больше 25 уже показывая, хотя в ЦОМ всегда показывал им там сказочные 50 с лишним, а нам в два раза меньше, чем мы обычно получаем. Вот, поэтому, конечно, власть сделала все для того, чтобы люди не пришли голосовать. И она сейчас делает все, чтобы люди не пришли голосовать. Они вот сейчас по некоторым регионам снова начинают закручивать гайки по теме коронавируса. Хотя почему-то это не мешает им проводить их мероприятия, в том числе у нас, в Кировской области. Вот нам 1 мая проводить не давали, но Великоретский крестный ход прошел. То есть чем мы были опаснее, что мы пройдемся там 2-3 тысячи жителей по центральной площади, чем это опаснее для жителей... Ну, тут-то много этих вопросов о полумерах, да. Можно много примеров видеть. И это все, ведь это в общую кучу, собственно говоря, и бьет по желанию людей туда идти и голосовать. А вот смотрите, ну, желающих там идти на выборы стало меньше, да, как вы говорите. А изменилось ли что-то среди желающих идти в политику вообще? Ну, тут такой многогранный, скажем, вопрос. Потому что с точки зрения поиска кандидатов, допустим, на местах, там, сельские думы, районные, там, конечно, стало сложнее. Потому что, скажем так, порядочные люди, они очень сильно сомневаются, а надо ли им туда идти. Особенно те, кто там уже были в этих органах, они понимают в большинстве своем, что возможности для действий на местах. Вы так сказали, порядочные люди, но вы же в политике сами. Ну, имеется в виду, что... Я и поэтому сказал, что очень сложно уговорить. Очень сложно. То есть иногда приходится с человеком много-много раз пообщаться и доказывать ему, что вот ты нужен. Ты нужен там своему району, ты нужен своему населенному пункту, своему городу. Что если ты не пойдешь, то кто тогда другой пойдет, что опять будут те же самые. Поэтому на местах сложнее. С органами власти, там, уровня области, это, конечно, тут попроще. Тут, во-первых, округов поменьше, не так много. То есть у нас же вот нынче в области, там, несколько сотен депутатов избирается. У нас были большие выборы, не только ЗАГС, а не только Госдума. Ну и почти все муниципальные, местные выборы, там, районные. Ну, не считая города Кирова. Даже у нас, в том числе, в Кирове-Чапецке. И я знаю, что и партия власти не так просто людей находит, что порой для них очень сложная задача. А оппозиционные партии вдвойне сложнее. Нужно... То есть люди некоторые действительно боятся. У нас реклама скоро. Вот задам вопрос для затравки, чтобы после рекламы начать. А вот если и удается найти людей, то это все-таки люди молодые, в первую очередь, или это поколение старшее? Ну, у нас, между прочим, сейчас вот задача в партии, ведь мы делаем как? У нас приходят и молодые, и старшее поколение. Тут сплав молодости и опыта. То, о чем Геннадий Андреевич у нас есть, и говорил, и при наборе нам руководящих органов формирования, этот принцип. И то же самое у нас команды формируются на все органы власти, чтобы разные слои, возрастные населения, социальные, они по-разному смотрят на одни и те же ситуации, чтобы учитывалось разное мнение. Ну, в общем, молодежь в политику идет тоже. Идет, идет. Сейчас мы сходим на рекламу, через полторы минуты вернемся. Продолжается программа «Особое мнение». Сегодня веду ее я, Мария Кожевникова. А в гостях у нас первый секретарь Кировского обкома Ленинского комсомола Михаил Кремлев. Михаил, ну вот до рекламы вы сказали, что молодежь в политику тоже идет, да? А вот где эта молодежь и как она вырастает? Да, ну вот я знаю, что есть некий молодежный парламент, вы член этого молодежного парламента Кировской области. Но вот мы почему-то о деятельности его, этого органа, ничего не знаем. Я, кстати, даже специально слазила в группу во Вконтакте этого парламента. Там какие-то репосты с сайта Госдумы и больше, в общем-то, ничего. Вот дело в плохом пиаре или дело действительно в том, что там, ну, как-то все не очень живенько? Может быть, вы расскажете, вы с какой, не знаю, с какими надеждами, с какими идеями туда шли и вот что в итоге вы увидели, что получили? Это какой-то опыт, не знаю, разочарование? Ну, дело в том, что в этом, в молодежном парламенте, при законодательном собрании Кировской области, я уже сейчас во второй созыв прошел. То есть я был в предыдущем созыве от начала до конца. Меня изначально не пустили. Меня пустили где-то уже ближе к серединке. А так можно, да? А там у них... Переизбрание было некое тоже, да? У предыдущего созыва там же был от депутатов. Каждый депутат направлял своего представителя. И дальше вот так формировалось. Депутат мог отозвать и направить нового. А сейчас через конкурс... Ну, там был тогда скандал при формировании этого созыва, когда вначале пришли люди, а у них оказалось, что многие работают там под 99% плагиата. И тут, в принципе, вот у нас Горбушина Анастасия тоже была членом общественной палаты, членом молодежного парламента. Она правильно тут вот фразу кинула, что вот как формировали, так и работает, собственно говоря. Я же еще являюсь параллельно, так получилось, членом молодежной палаты при парламентском собрании Союза России и Белоруссии. Да. Там всего 20 человек от нашей страны, я в том числе туда вхожу. Вот у них там действительно живее, потому что и старшим товарищам это нужнее нас активно, они и поддерживают, и, собственно говоря, да и нам, может быть, работа там значительно интереснее здесь. Еще в прошлом созыве парламенту часто били по рукам, что ни место для дискуссии, ни притягивать в себя политику. И, в принципе, за прошлый созыв в основном были какие-то проекты наподобие автопробега, там, неоподтягиваний. Проекты там, а, этот, вот, этот, тест по истории. Ну, то есть это действительно, это не дело в плохом пиаре, да? Да, действительно, там все не очень... Ну, там замечательные порой есть ребята, хорошие идеи проекта, но это все не про законотворчество, это не про... То есть мы же, по идее, консультивный орган ЗАГС собрания и должны выражать там, ну, допустим, вот у них есть, идет пленарка, до этого нам давали законопроекты, мы их рассматриваем, даем свою какую-то там консультацию, но нет, этого не было. Это не место, где растут политики, но в то же время и не то место, где разочаровываются в политике, да? Некоторые это умудряются использовать для себя, некоторые используются как стартовую площадку, они действительно врастают, но это понятно, что это не для оппозиционных политиков. Оппозиционным политикам там есть только, ну, как, может быть, такой тренировочный полигон, посмотрите, а как это устроено, а что это такое, как строятся там заседания, что... Ну, то есть, в принципе, как такая учеба для будущих депутатов, наверное, да, наверное, он имеет место там в общеполитической системе Кировской области. Потому что действительно там посидеть на кресле депутата, там нажимать эти кнопочки, повыступать, по регламенту поработать с документами. Но, по-моему, вот мнение ребятам просто дали по рукам. Даже те инициативы, которые они пытались, они разные, некоторые есть, по-моему мнению, очень сильно неадекватные. Есть хорошие мысли там были. Но просто оно все заглохло. То есть это не нужно старшим товаре, это не нужно депутатам ЗАГС Собрания. Он стал не нужен. Предыдущему созыву он был нужен, потому что там, собственно говоря, оппозиционных депутатов было больше, и поэтому они подогревали интерес. А этому созыву парламент не нужен. Поэтому, в общем-то, получилось то, что получилось. Сформировали его как-то немножко странновато. Некоторых людей туда допустили только к середине, когда поняли, что тех, кого понабрали, они работать не собираются. Ну и сейчас, по-моему, если я не ошибаюсь, два года парламент не собирался по-нормальному. Мы пытались сами несколько раз собрать. Но вот когда я пытался собрать с Настей Горбушиной какой-то из комитетов, нас там было трое. Я, вот она и еще один из молодежного парламента. Вот и все. Вот и весь комитет. Ну вот еще одна ваша регалия, которую я вас как раз сейчас представила. Первый секретарь Кировского обкома Ленинского комсомола не просто так это сделала. Ну не знаю, это мое, может быть, ощущение, если оно неверное, вы меня поправьте. Но мне кажется, что вот для молодежи сегодняшнего, для тех, не знаю, для тех 17-18-летних ребят, может быть, для подростков комсомольцы это, ну, какие-то динозавры будто. А ведь на самом деле это, ну, те же молодые ребята просто с определенными убеждениями. Я вот вас хочу спросить, комсомол в 21 веке это что? Ну, скажем так, это такой боевой резерв партии, назовем его так. В общем-то, собственно говоря, молодые ребята комсомольцы у нас очень активная организация в Кировской области. Я курирую работу по Волжье, поэтому, в принципе, я, ну, это от Центрального комитета Ленинского комсомола, поэтому примерно знаю, как ситуация региона. У нас достаточно активная организация. Это неравнодушные, в первую очередь, ребята, которые видят, что что-то не так, хотят что-то менять. И готовы для этого тратить время, силы. У нас есть, допустим, там, пензенская организация, она достаточно радикально действует. На территории нашей области, ну, такое вот соединение того, что было раньше, работы по воспитанию молодежи, там, доброповольческое, патриотическое, у нас очень большой там упор на патриотическое воспитание, там, спортивное, творческое и так далее. Но при всем при этом мы не боимся высказывать свое мнение по тому, что происходит в области. То есть наши ребята и акции протеста, и пикеты, и вот эти молодежные парламенты, и поездки, и форумы, они всегда и везде высказывают свою позицию и участвуют, в общем-то, в выработке решений. То есть вот там та же программа, условно-партийная, ведь она разрабатывается не только там серьезными взрослыми людьми, там, на Орловском экономическом форуме, там, с народными предприятиями. Там есть и молодежная часть, которую, вот, в разработке которой активно принимают участие наши комсомольцы. Поэтому это вот неравнодушные ребята, которые, во-первых, интересуются и политикой, интересуются вопросами экономики. У нас очень много вопросов уделяется обучению ребят. Да, собственно говоря, к нам и приходят у нас в составе, там, золотые медалисты, представители, там, лицеев города Кирова и Кирова-Чепецка. То есть вступают, там, скажем так, интеллектуальные элиты, назовем ее так, там, со своих школ. И они потом подтягивают за собой ребят, которые за ними идут. А вопросом там звучит, это современный или не очень вы, в принципе, не заморачивались, да? Ну, это просто ведь аббревиатура, то есть Коммунистический союз молодежи. В 2012 году на съезде товарищи решили, ну, еще, это буквально, это было еще до моего вступления, товарищи решили, что будем называться там Коммунистический союз молодежи. Родственники Владимира Ильича разрешили использовать его имя Ленина. То есть, организации присвоили снова имя Владимира Ильича. Поэтому тут, как бы, вопрос не в том, что там осовременить, не осовременить. Тут вопрос, наверное, больше в содержании. То есть, нас больше интересует всегда содержание, о всех наших мероприятиях больше интересует содержание. Ведь у нас очень активно участвуют в мероприятиях там представители, там, Белой Холунице. И не важно, что там наш конкурс «Земля талантов», там, комсомол, не комсомол. Они просто видят, что это полезное, хорошее дело, где ребята потом могут поехать в Москву. Вот мы иначе провели мероприятие, ребята поедут снова в Снегири в октябре, там будут участвовать в финале конкурса. Причем это ребята, у которых порой нет выхода на большую сцену. Абсолютно бесплатно, они туда поедут, проезд, проживание, там, экскурсии по Москве. Все полностью оплачено для них. И мы сколько раз возили, то есть, ребята как в сказку попадают. Поэтому это больше, комсомол, это больше про содержание, не про форму. А вообще вот ваше, вы ведь тоже человек молодой, я посмотрела, у вас есть ВКонтакте, дата рождения, 95-й год. Вот вы сами, в принципе, вот в партии, ваше самоощущение, оно какое? Потому что, ну, по идее, вот все лидеры, вы ведь один, наверное, или самый молодой, вот среди лидеров именно, да? Все остальные люди, в общем-то, в возрасте, ваше вот самоощущение, оно какое? Ну, у нас ведь, собственно говоря, особенно после и предыдущей съезд, вот этот съезд партии, кадровую политику достаточно сильно изменили. Да, вы сказали уже, что должен быть баланс некий, да? Да, и Юрий Вячеславович Афонин, который стал первым заместителем Геннадия Ильича, молодой политик, ему там 40 с небольшим, вот, там, Дмитрий Георгиевич Новиков и так далее. В том числе и у нас в области, собственно говоря, это используется. То есть, по такой же схеме мы идем, то есть, тоже у нас есть опытные товарищи, ветераны там даже противного. И вообще язык удается находить, да, при этом? У нас может быть, конечно, да, у нас может быть немножко разный взгляд на методы работы, возможно, но у нас цель одна. То есть, мы идем к одному знаменателю, мы понимаем, что это власть делает не так, мы одинаково относимся к тем неадекватным решениям, которые там областная власть принимает, федеральная власть. Может быть, технология выступления против немножечко разная, но ведь в партию сейчас очень много молодежи идет, вступает большое количество молодых ребят. Особенно это было, особенно ярко это было видно, когда были президентские выборы, то есть, когда выдвигался Грудинин. Не то, что вступление, там тоже, конечно, волна была вступающих, но и просто людей там лет 30-40, они приходили все, давайте мы вам поможем чем-нибудь, чем угодно. Кто что, кто коробку бумаги притащит, кто еще что-то, чтобы нам хоть как-то в этой выборной кампании помочь. И здесь сейчас точно такая же ситуация, то есть, на самом деле, вот эта теория о том, что КПРФ это возрастная партия, она давно сломалась, это очень давно было сломано, потому что только у нас есть действительно структурированная молодежная организация. Я знаю, что есть тут у них партии. То, что это нечто немолодое, нечто там про СССР, то есть, это уже давно не об этом. Ну, это тот миф, который другие там политехнологи пытаются выбрасывать, как раз это вот, это про будущее. Времени мало, вот начали вы уже говорить о решениях, да, каких-то, вот одно из них, это решение последнего созыва ОЗС и закон, инициатива как раз партии КПРФ о поддержке детей войны, да, просили всего-то ничего, по тысяче рублей к 1 мая, но законопроект этот не был принят. Вот на ваш взгляд, это что, это мы такие бедные здесь в области или это политические игры еще какие-то просто? Ну, вот я тут очень согласен с Сергеем Павлиновичем, который выступая сказал, что те, кто будет голосовать против, они просто не уважают, в том числе там своих родителей, своих бабушек и так далее. Потому что разговор идет о, ну, смешной сумме для нашего бюджета. То есть, ну, там есть статьи бюджета, которые можно подсократить, и после чего, собственно говоря, на детей войны деньги-то найдутся. Поэтому есть такое ощущение, что это просто нежелание голосовать за инициативу КПРФ, что там над злымами отморожу уши, вот не будем мы голосовать за инициативу коммунистов, там, что бы они не предлагали. А ведь их осталось, в принципе, всего 60 тысяч по области, то есть их осталось совсем мало, и за последние годы там сократилось на 20 тысяч человек у нас только в области. Я там по воле работы своей, там, нахожусь на Орловской 52 у нас постоянно, дети войны приходят, и ведь они разные там со своими проблемами, но когда вот начинаешь говорить о том, что у некоторых мизерные, там есть, конечно, кто с льготами совсем, а есть у кого мизерные пенсии, и они ревут, они не знают, то есть, как им тут с концы с концами, а здесь всего-то нужно было тысячу рублей. И тут ни правительство не поддержало, ни депутаты. По-моему, это про неуважение людей, то есть здесь не найти 60 миллионов рублей в бюджете, по-моему, там это все есть. Вот по версии нашей фракции деньги найти можно, но вот они в угоду каких-то своих там политических там задач, что там не поддержать инициативу Сергея Павлиновича, что бы Сергей Павлинович не предлагал. Хотя ведь вопрос о газификации там в области, что дополнительные деньги дали, и Сергей Павлинович активно продвигал этот вопрос. Деньги дали. Ну и кто почему-то не ходит, не говорит, что вот Сергей Павлинович. Заканчивается время, но вот еще один вопрос коротко. Вот этот созыв, который это решение принимал, он уже уходит, и будет новый с сентября. Вот вы от него что ждете? Вот коротко, на ваш взгляд, состав сильно поменяется, а молодится ОЗС наш? Я бы очень хотел, чтобы мы 20 сентября проснулись с другим составом ОЗС, с обновленным составом ОЗС, где люди находятся не потому, что их туда направила там власть, скажем так, а потому, что за них реально проголосовали люди. То есть кто будет отстаивать реально интересы граждан? Тем еще осталось много, а время закончилось. Давайте блиц, коротко. Памятник Сталину или Лузянину? Сталину. Улица Московская пешеходная или проезжая? Я за комплексное развитие территории, поэтому я не могу здесь надзначально ответить. То есть надо смотреть, что будет лучше для горожан. Тут кому-то, может быть, хочется, чтобы у нас была пешеходная вот эта там кусок улицы, но вот у нас на Орловской поставили всего два знака, парковка четная и нечетная, и это создало большие проблемы. Тут нужно посмотреть, не создаст ли пешеходная Московская проблем для жителей больше, чем проезжая Московская. Ну и последний вопрос. Давайте поэты современные или поэты СССР, например, Маяковский? Я думаю, что и то, и то. Развиваться нужно комплексно. Михаил, спасибо вам большое за разговор. Доброго дня вам, доброго дня всем слушателям. Спасибо, до свидания.